Неожиданный подарок получил Ненецкий краеведческий музей к юбилею города. Посылка к хранителям истории пришла накануне из Санкт-Петербурга. О том, что в ней было и кто отправил творческий сюрприз, узнала наша съемочная группа. Слово Любови Пермяковой. Значит, здесь несколько серий работ. Значит, графические работы. Это как раз тот период 60-е годы, когда он проживал у нас в округе. Главный хранитель фондов Ненецкого краеведческого музея Светлана Попова показывает нам подарок, который сотрудники получили в честь дня рождения Наринмара. Кроме графики, в посылке аккуратно сложены написанные маслом картины. Всего 30 работ. На них изображены оленеводы, тундра, встречаются и автопортреты. Этот сюрприз всем жителям округа отправил член Союза художников России Олег Токмаков. И не случайно. Ведь, по словам самого автора в Красном городе, прошла его творческая зрелость. Почему люди дарят подарки? Наверное, благодарность за то, что они что-то когда-то получили. Наверное, таким образом это. Я получил действительно творческую зрелость в этом городе, когда сумел, проявив свою инициативу, в то же время получив возможность со стороны администрации города реализовать свои творческие возможности. В первую очередь, это организация художественной студии, которая была в Доме культуры. Олег Токмаков родился в Ленинграде в 1940 году. В блокаду жил в осажденном городе. В 1962, закончив с отличием, инженерно-строительный институт был направлен в Наринмарк, где проработал до 1965 года. Самые значимые объекты, построенные по проектам Олега Ивановича, Дом культуры и обелиск Победы, который стал одним из символов Красного города. Видите, это 60-е годы. Если посмотреть архитектурные памятники того времени, то они по стилю близки. Была идея Победного знамени. И фрагмент этого знамени вырос в форму уже архитектурного изображения. Работа в Наринмаре – это ранее художественный период творчества Олега Ивановича. Любимыми темами тогда были пейзажи города и портреты местных жителей. Лучшие работы того времени вновь вернулись в Наринмар. Они пополнят коллекцию Ненецкого краеведческого музея. С точки зрения коллекции – это очень-очень значимый вклад. То есть таких даров у нас не так много. Если вы помните, за всю историю музея было несколько таких значимых, наверное, вкладов. Это дар Адыры Бачук и Владимира Мельниченко в 50-е годы, когда они подарили свои работы округу. Но вот на моей памяти такое значительное поступление, такое значительное дар – это как раз от Олега Ивановича Токмакова. Все эти картины экспонировались в музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге в 2019 году. Когда жители нашего региона смогут увидеть их, пока сотрудники музея держат в тайне. Ведь впереди их ждет большая, но приятная работа – описание картин и внесение их в каталог Музейного фонда России. Любовь Пермякова, Влад Качев, Телеканал «Север».